В эфире передача «Дед, я тебя помню». Это передача о солдатах Великой Отечественной, памяти которых сохранилась в семейных реликвиях. Здравствуйте, я Анатолий Тиханов. О фронтовой судьбе родственников люди нередко узнают из самых неожиданных источников. Заведующая отделом краеведения Псковской областной научной библиотеки Лена Киселева прочитала об отце книги Юрия Бондарева. За год до начала войны Григорий Киселев и двое его ровесников из Новосокольнической деревни Юрочкина отправились на учебу в Ленинград. Но проучились ребята недолго. Занятие прервала война. Началась блокада. Папа о тех временах рассказывал, ну, скажем так, очень скупо. Рассказывал он маме. Я не вслушивалась, сказать честно, в его рассказах. У меня была своя какая-то детская жизнь. Но некоторые вещи вот врезались в мою память. Папа рассказывал, как в магазине, где отоваривали хлеб по карточкам, вот он наблюдал картину, что человек не выдержал своей очереди, подбежал в прилавку, тут же запихал вот этот кусок с прилавка в себе в рот, и в мухах тут же скончался. Наступил январь 43-го года, и папа призывает выборгским военкоматом. То есть он поступает уже в армию. Его призвали в 43-ю отдельную зенитно-артиллерийскую бригаду Ленинградского ПВО. Год он служит в войсках до снятия полной блокады, до января 44-го года, а потом вместе со своей 43-й бригадой идут освобождать Карельский перешейк. В конце 44-го года папу забирают учиться в Чкаловское зенитно-артиллерийское училище имени Ардженикидзе. Из воспоминаний детства у Елены сохранилась память только как она играла с орденскими колодками своего отца. Его военная судьба дочь тоже не интересовала. Отец для Елены был просто верным и хорошим другом. И вот однажды папа мне сказал, ты знаешь, прочитай книгу, называется она «Юность командиров», автор Юрий Бондарев. Ты почитай, какие у тебя вопросы возникнут, я тебе расскажу. Нам кажется, что наши папы это вечный, но папа ушел скоропостижно, 58 лет от сердечного приступа. И когда я стала читать книгу «Юность командиров», я поняла, что папа учился вместе с Юрием Бондаревым. И вот один из героев этой книги, Витя Зимин, это мой папа. Вы представляете, вот какие чувства я испытала, когда я вот читала эту книгу. А почему ты решила, что это твой отец? Там же другая фамилия. Я расскажу одну вещь. Вот я сейчас возьму, она передо мной «Юность командиров», откроет страницу 187. И вот один из героев, Витя Зимин, говорит, вот сила воли. Это он ведет дневник и пишет, сила воли. «Пленный муцей с циволой сжег руку на глазах врагов, чтобы показать им, что он не боится пыток». Зойка Семегемьянская, Юрий Смирнов. «Сегодня я решила испытать себя, а получилось очень глупо и неудобно. Я развел костер на берегу. В общем, он стал держать руку над костром. И в это время к нему подходит один из командиров училища. И между ними, значит, состоялся диалог, что «мне нравится, что вы думаете об этом». Вот они стали говорить о силе воли, и у отца остался шрам. И вот он рассказывал, как это все получилось. Бондарев описал это, что вот Витя Зимин испытывает фоль. А там оказалось более прозаично. Приехала в училище какая-то проверка. Папа курил. Он курил с 12 лет, надо сказать. А он курил, и их построили, а куда девать папиросы? И он держал ее в руках, вот как муцессывола, да? И у него остался волдырь действительно до конца жизни. Как римский герой. Как римский герой, да. И многие вот вещи, многие вещи вот по характеру. И описание, да, вот. У меня есть фотография, где вот, скажем так, Витя Зимин с Кимом, Карписьяном, со своим лучшим другом, они сидят на фотографии, да. В училище. В училище, да. И действительно, вот то описание, такие вот эти волосы светлые. Кто его узнал? И потом, почему фамилия Зимин? Любимое папина слово, когда было холодно, он всегда говорил «зимно». «Зимно», «зимно». Это было его любимое слово. И все-таки один случай из далекого детства Елене Киселевой запомнился особо. И это воспоминание не отпускает ее до сих пор. Это случилось в день 9 мая. Что-то поняла вот о Великой Отечественной войне. Я была еще совсем вот в садик ходила. Ну, у меня папа был общественником там в правкоме. Папа вместе с участниками Великой Отечественной войны, большая колонна, идем за город. В городе, где я жила в Латвии, кладбище было за 5 километров от города. Мы идем. Я иду, такая маленькая, 9 мая. И вот я иду. Несут там транспаранты, там вот такие большие, крепкие такие мужчины. Ну, было тогда, ну, 55-60 лет, да. Вот они идут. И знаете, вот я вспоминаю, Анатолий Иванович, они идут молча. И вот мы идем, приходим на кладбище. Там митинг. Что-то говорят, что-то говорят, что-то говорят. И вот кульминация песни «Журавли». И вот все вот там в этой колонне, они все стоят. Они все молчат. И я понимаю вот своим детским, маленьким детсадовским умом, что это, наверное, что-то очень такое непонятное для меня. Вот что-то в этой песне, вот, наверное, для этих людей есть. Но я еще вот, может, сердцем понимаю, не умом. Я застал то время, когда фронтовики 9 мая, надев ордена, праздничной колонной торжественно шествовали по главным улицам Пскова. Я вспоминаю их красивые, энергичные лица, в общем-то, еще тогда не старых людей. О той праздничной колонне фронтовиков сохранилась лишь память. С вами был Анатолий Тиханов. До встречи. Мир вашему дому.